Всем привет, народ! Продолжаем небольшое многосерийное кино про ремикс и ремастеринг, про то, как я давал консультации Андрею Грифанову, который решил возродить в жизни свое произведение, пересвести его и сделать мастеринг заново. И как он обратился ко мне за помощью проконтролировать этот процесс. То есть углубиться в нюансы, помочь ему, если какие-то нюансы исправить и улучшить, то, как ему посоветовать, каким образом это сделать. И я был очень рад, что он ко мне за этим обратился, потому что, опять же, я же говорю, я 24 февраля пребывал в некоем таком эмоциональном оцепенении в отношении вот этого канала нашего. И я не мог найти выход, каким образом, в каком формате вернуться к деятельности на этом канале. Но я ему очень благодарен. Андрей, спасибо тебе огромное, правда, ну вот от всей души, за то, что ты таким, с помощью вот этого своего обращения ко мне подал такую чудную идею сделать вот такой вот набор видео о том, что сделать такую серию видео о том, как, ну, в общем, каким-то образом вот именно с такой темы начать, каким-то образом возвращаться ко мне. Потому что я абсолютно, мы все очень переживаем, у нас душа болит и сердце за Украину, за то, как она, бедная, сражается за свободу вообще чуть ли не всей Европы от этого чудовища. И, ну, если, допустим, вот тот развлекательный контент поможет хоть как-то скрасить существование людям в этих трудных условиях, в это трудное время, то я считаю, что это правильно. И я, наконец-то, благодаря Андрею и благодаря Юрию Мисосу тоже, вот, с которым мы сделали уже стрим, первый пилотный стрим по поводу вопросов и ответов. Я им, вот вам двоим, ребята, страшно благодарен, что вы возвращаете меня к моей миссии, потому что я артист, моя миссия по жизни – развлекать. И в частности, не только в веселые и радостные и счастливые времена, но и в трудные, тяжелые, трагические времена, наша миссия артистов поддерживает в человеке волю к жизни, помогать ему морально справляться и пережить вот те тяжелые полосы в жизни, с которыми нам всем приходится встречаться. Поэтому происходит вот то, что происходит сейчас у нас на канале. Мы продолжаем слушать изменения, которые Андрей внес в следующую версию своей песни после того, как я, так сказать, обнародовал вам следующий чек-лист, следующих изменений в прошлой серии. Послушайте, как это было до прошлой серии, а сейчас мы слушаем, как это стало вот теперь. То есть, в прошлой серии подробно перечисляется то, что нужно было сделать. А сейчас мы слушаем результат. Окей? Ну, поехали, послушаем. Так, давайте переключимся сюда. Все, поехали. Слушаем. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И вот теперь это уже третья версия, после которой мы составляем уже четвертый чек-лист, что нам нужно делать, да, после третьей версии, третий чек-лист. Ну, в общем, короче, бог с ним. Так, после прослушивания, причем неоднократного, на разных громкостях, как я уже объяснял, я все-таки выяснил, что недостаточно мы избавились от жесткости звука именно в районе верхней середины, 3-4 кГц. Вот, и я могу еще раз продемонстрировать, как это, вот уже даже сейчас на этой фонограмме все равно можно будет немножко вот шире сделать и немножко больше, ближе к трем. Вот, и еще парочку частот в низких, в низком диапазоне я ему посоветовал немножко попробовать прибрать. Это 500 керц и 150 керц. Тут, может, какой-нибудь 150 керц. Где-то вот сюда. И вот так, прям, легонечко только коснуться их. И вот, чтобы вам продемонстрировать, какая будет разница, я вот сейчас вам поставлю. Понимаете, о чем я? Значит, что мне произошло? Вот в этом диапазоне частот 3, 3,5-4, ну это можно подвигать, еще более точно поискать, но я приблизительно вам говорю. Он потом это сделал. Вот, в этом мы излишнюю резкость звучания убираем, которое на первых двух минутах создает ощущение как бы прозрачности звука и как бы вроде бы как громкости даже, да, психоакустического эффекта на этих частотах. Но со временем он начинает утомлять. То есть после двух-трех минут послушивания он начинает немножко мешать, начинает немножко дискомфорт. И, допустим, еще две вещи с таким же звуком мы слушать уже не захотим. Понятно, да, почему нужно? Поэтому такие частоты к ним нужно очень хорошо, очень прислушиваться. Такая физика наших ушей. Эти частоты нас утомляют. Они, с одной стороны, придают разборчивость, это чуть ниже, чуть-чуть ниже, да, от двух до одного килогерца и там до 700 килогерца. Это частоты, в которых мы сразу различаем, так сказать, речь нашу. Разборчивость наших звуков. Гортань, вот это все. А вот то, что выше, это придает вот этому звучанию четкость, да, читаемость. Но есть еще частоты, которыми можно компенсировать читаемость звука, читаемость материала звукового. А эти частоты нас утомляют. Так уж устроены наши уши. И, кстати, именно на этих частотах делают будильники в гаджетах. Эти частоты, это как раз те частоты, которые разбудят любого. Их слышно сквозь все стены, сквозь все окна. Их слышно очень далеко. И мы реагируем на них очень чувствительно. Именно поэтому в музыке они как раз не очень нужны, потому что они мешают, они утомляют. Их надо, с ними надо бороться. Не просто, не прям бороться, но надо очень аккуратно с ними обращаться. Если нужно, немножко прибирать, немножко их укращать. Дальше. Опять же обратил внимание на вот эти вот на 500 и 150, 125 Гц. Это как раз те частоты, которые отмечают 50 за избыточную коробочность, гнусавость общую такую, вот это вот все. А 125, там мутность. Причем я вот как угадал 125. На самом деле мутность может присутствовать от 100 до 200. И вот где-то 150, 125, вот где-то там, я угадал, что присутствует избыточная мутность. И как только мне чуть-чуть придавили, оп, сразу звук немножко раскрылся. А это одна частота, это всего ничего. Это вот такая маленькая фитюлечка, да, которая, казалось бы, ну как она может сильно, прям сильно повлиять на звук. Ну вот может, да, оказывается может. Вот. Вот она. Вот она. И вот она так влияет на звук. И то же самое с 500, да, вот она. Вот без нее. А вот с ней. Вот мы ее чуть-чуть убрали. Заметили, насколько сразу оп, и все стало немножко прозрачнее, как будто очки протерли. Да? Или сняли там, допустим, мутные очки какие-то. Это очень, очень, очень. Это такие мизерные изменения, но они очень влияют на качество звука. А качество звука, это то, это один из параметров хорошего качественного звука, это когда мы можем его слушать долго. То есть звук, такой тембр, да, вот с такими внесенными в него изменениями уже можно будет слушать часами. А без вот этих изменений, в неже мутность будут мешать воспринимать ноты в низких частотах, что будет нас утомлять, будем напрягаться, пытаться что-то разобрать, оно не получается, оно мешает. А вот этот шерест постоянный, вот эта жесткость в верхней середине, она нас будет утомлять физически. И нам будет трудно слушать такую музыку долго. И вот для этого у нас существует вот такая вот... Что это такое? У нас для этого у нас существует такая вот тщательная коррекция эквалайзера. То есть 70% мастинга это коллекция эквалайзера. Вот. Дальше. Я отметил, что мне очень понравилось, как он реализовал вот ту идею с envelope фильтром. В центре, там где начинается статичный кусок. Мне очень понравилось. И пассаж с терциями пролетает вот так вот справа налево. То есть слева направо. Ну в общем, как-то с остальных сторон. Очень сразу образность появилась. В нем появился смысл. Это как некая весть, которая летит. Или некие такие события, которые пролетают мимо тебя. Это может быть даже можно как-то проассоциировать с какими-то светлыми событиями, которые где-то происходят, но не с тобой. И тебе из этого тревожно. Ну вот можно, короче, кучу ассоциаций придумывать. В них появился смысл в этих ноточках, которые пролетели мимо. Именно тот смысл, который он и закладывал как композитор. Но с помощью вот этой вот легкой, легкого нюанса с панорамой, мы этот смысл донесли до зрителя, до слушателя. Он обрел осязаемость. Он стал понятен сразу. Раз, и мы понимаем. Мы раскрываемся к всевозможным ассоциациям. Он пробуждает ассоциативную работу мозга. А когда они просто где-то там статичненько так, пусть даже в стереобазе, но как-то так появились и исчезли. Окей, появились и исчезли, ладно, но нет движения. А когда есть движение, это значит драма, это значит развитие, это значит событие, это значит кинематографичность. Это значит такую музыку слушать в разы интереснее, чем статичную. То же самое вот с этим куском, в котором, значит, у нас он применил вот этот envelope фильтр. Сейчас мы его найдем. Вот оно, вот оно это место. Понимаете, насколько драматичнее все стало звучать? Это же просто кайф. Вот он молодец, он здорово это сделал. Короче, мне все поменялось. С этими, вот, еще парочка правочек с эквалайзером, и вот эти вот драматичные изменения, которые он сделал, именно такие вот, именно с саунд продакшен относящиеся, да? То есть движение в музыку привнес. Это прям вот, на отлично, просто кайф. Здорово. Дальше. И вот после третьей минуты, а, как раз, когда, знаете, как заканчивается, как раз, когда заканчивается вот это вот кручение, кручение, в него вступает palm mute риф такой на низких струнах. Дальше. 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 В общем, короче, вот где-то отсюда, и до самого конца почти идет вот это вот palm mute, вот эти вот трезвучия, которые он играет, да? Вот это вот напряженный риф, вот этот вот, кайфовый совершенно, классно придуманный, умница, прелесть, обожаю. Так вот, там, он как раз в том месте, когда он звучит один, когда сразу после паузы, да? Сразу на паузе он вступает, одна гитара почти без никого. Вот здесь он звучит нормально, а вот здесь, когда к ней присоединяются все, кто был до нее, все абсолютно к ней присоединяются. Теряется разборчивость нот. Мы перестаем слышать конкретные ноты. Это плохо. Ведь мы же все равно, я напоминал, давайте будем сравнивать звучание наших помограмм со звучанием большого церковного органа, в котором каждая нота слышна, несмотря на то, что их может быть взято вместе, одновременно, такая большая куча, что весь стены дрожат. А мы каждую ноту слышать должны. Так вот, тут вот тоже идет стена звука в конце, которая потом обрывается на мягкий такой лирический переход в финал, на ходу. Так вот, в конце, в самом, в конце, в самом, вот как раз, когда все присоединяются, мы перестаем разборчиво слышать звуки вот этого вот риффа, который и создает напряженность музыки, самую драматичную ее напряженность, самый драматичный момент во всем этом произведении, то, к чему все идет, рушение иллюзий, ну, допустим, вот такое, вот оно так выглядит, так оно звучит, у Андрея, и вот мы перестаем слышать ноты. Это плохо, это неправильно. Их нужно слышать. Хорошо. Я вас убедил, что они должны быть слышны. Что делать? Два выхода. Если это гитара, которая записана через Direct DI, чистым звуком, прямо гитара, прямо в программку, а уже там плагином создан звук, искажение, или через помощь реампинга сделан, ну, запущенная гитара, выпущенная наружу, через усилители, обратно, в общем, можно его изменить, что-то покрутить на усилителе, если можно. То надо прибрать гейн. Прибрать гейн и немножко врезать высокие частоты. Там где-то 6 кГц. Но для начала именно прибрать гейн. Немножко прибрать гейн, чтобы гейн на преампе был меньше, но можно его компенсировать добавлением гейна на усилителе мощности. На лампах. И таким образом разборчивость появится. Если этого сделать нельзя, то есть, если мы имеем в виду, если мы имеем на дорожке гитары уже готовый вейв файл, с которым уже ничего не сделать, кроме эквализации, ничего нельзя, то нам поможет эквализация. Мы на этой гитаре берем и добавляем 1 кГц. Горбик. 1 кГц. И мы сразу начнем слышать все ноты. На любой громкости прослушивания. От шепота до крика. Все эти ноты сразу будут слышны. Именно вот в этой части произведения, в самом конце, когда к ним присоединяются все участники ансамбля. Ну вот согласитесь, что гитара что-то там жужжит, но нот не одной. То есть, если ты сейчас захочешь снять эти ноты, повторить, ты их не услышишь. Ты не поймешь, что он сыграл, какие ноты. А если мы на этой гитаре немножко обрежем верхнюю середину и немножко добавим один килогерц, мы тут же эти ноты начнем слушать. Тем более, что в районе одного килогерца там ничего не мешает, он ни с кем не конкурирует. У него там место по луне. Можешь туда эквалайзером добавить сколько угодно децибел. И он тогда с одной стороны по громкости он не будет перекрывать остальных. Но его будет слышно. И мы эти ноты начнем понимать. Какие ноты там звучат. Мы их слышим. Вот и все. Вот это то, что я ему посоветовал сделать. Вкратце. Поэтому этот выпуск у нас получился не слишком не сильно короче, конечно, чем предыдущий, но тем не менее. Поэтому я буду рад, если кто случайно зашел сюда, то подпишитесь и распространите это видео слухи о том, что здесь вот такого интересного всякого происходит в плане звука. У нас же канал называется Современный гитарист. Но я именно как гитарист и пришел к работе со звуком. Понимаете? Вот так вышло. Вот. У меня есть студия мастеринга. Называется она Red Sea Mastering. Я, естественно, делаю не только мастеринг, но и сведения. Вот такие консультации могу оказывать и в плане доработки звука до мастеринга, предмастеринговой доработки треков. Можно и так, то есть, если ты хочешь все делать сам, пожалуйста, но за консультацией прослушать, оценить звук, предложить те или иные изменения, даже продемонстрировать, как они повлияют на звучание, я смогу и это улучшит твой звук. Вер мне он станет более фирменным. Он станет фирменным. Ну, а если ты после этого еще и сделаешь аналоговый мастеринга мастеринга, то получишь вообще шикарный звучар фирменный, который будет легко конкурировать с кем угодно. Ну, все. Значит, вот этот чек-лист получился он не очень длинный в этот раз. Андрей будет выполнять мы в следующий раз послушаем, как он выполнил все эти требования и что же у нас вышло. Все. До встречи. Рок-н-ролл жив.